С самого утра очередь на прием к терапевту в поликлинике УВД растянулась на несколько десятков метров. Желающих помочь коллеге, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, оказалось немало. Перед тем, как пойти на кровосдачу, каждый должен пройти необходимые медицинские освидетельствования и получить справку-допуск. Сразу на месте сдается анализ крови, измеряется артериальное давление. И если по всем показателям норма, только тогда донор отправляется сдавать кровь. Для многих правоохранителей эта почетная миссия не первая. Для меня это уже седьмая кроводача. Я начала, когда еще училась в университете. Точно так же в день донора. В таких же, наверное, полевых условиях. Ну и с тех пор я уже сдаю. Примерно раз в полгода. Начиная с декабря 2016-го к республиканской акции по безвозмездному донорству присоединилось большое количество желающих. А процент самих кровосдач увеличился практически втрое. По мнению медиков, сегодня к этой миссии многие относятся более осознанно. А мотивация становится не столько материальное благо, сколько желание помочь другим. На сегодняшний день цифра безвозмездного донорства по области уже перешагнула 30-процентный рубеж. По сравнению, допустим, с прошлым годом, где-то там было, ну, чуть больше, скажем, до 10%. Люди понимают важность, актуальность данной проблемы, вот, ну и присоединяются к акции. И уже вне акции вырисовывается какая-то система, определенная система регулярности безвозмездных кондонаций. Приходит первичный донор, сдаёт кровь, и повторный донор, который постоянно сдаёт кровь. Разъясняем людям. Люди понимают, с пониманием относятся. Жить и трудиться для того, чтобы помогать другим. Этот профессиональный принцип правоохранители Брещена взяли на вооружение ещё тогда, когда впервые одели форму и погоны. Этот профессиональный принцип является и их жизненным кредом.